О, здравствуйте! Вы уже приехали! Ну, проходите. Ну что, я Бумбульф, я чистокровный оборотень. О, Глент Гав, иди сюда, встречай гостей. Тут про нас сейчас кино снимать будут. Гости! О, здрасте, здрасте! Люблю, когда гости приходят. Можно за ушком почитать. О, да, да, да. А, мало! Да это все, хватит тебе. Ну, как вы поняли, мы полуволки, полулюди. Ну, и вот сегодня у нас полнолуние, самый важный день в месяце. Ну, и мы вот на сотки превращаемся из обычных людей вот в это. Ну, не переживайте, мы за долгое время научились себя контролировать. Ну, мы там не становимся дикими, злыми, ну и можем с вами спокойно разговаривать. Ну, конечно, волчьи инстинкции никто не отменял. Может быть, они сегодня дадут о себе знать? Да, мы иногда ведемся, как собаки. Ну, это оскорбительно звучит, конечно. Ну, ладно, это все стандартная процедура, каждый месяц такое. Поэтому сегодня вы проведете день с нами и посмотрите, как мы живем. Мы, конечно, редко контактируем в таком виде с обычными людьми. Потому что на нас могут и охоту начать, и эксперименты ставить. Поэтому мы обычно осиживаемся в этом доме. Проблемы нам не нужны. Кстати, надо Серого позвать. Серый, иди сюда. Походу это, как обычно, из полулуния в полулуние одна и та же проблема. Пойдемте, покажем его. А, ну да, сидит. И чего ты сидишь-то? И чего тебе не нравится? Чего ты возмущаешься? Не бойся ты этой камеры, мы же договаривались на съемку. Ну, это Серый. Он это, подкидыш, ну, из кода шпицов. Мы его маленьким щенком нашли, он только и делал, что писался. Он до сих пор, когда волнуется, превращается вот в это. У них там в клане все такие. Так и не отличишь. Иногда оборотень, иногда просто собака. Мы, конечно, все довольно-таки эмоциональные, но Серый больше всего волнуется и вот в собаку превращается. Надо его успокоить, ну и вернется в оригинальный вид. Сейчас все покажем. Давай, дружочек, успокаивайся. Не позорь нас перед съемочной командой. Ладно, Серый, все, это, можешь баловаться? 5 минут тебе даем и это, выходи к нам. Ну реально, сейчас он 5 минуточек побудет и сам к нам вернется. Давай, Серый, не подведи, я в тебя верю. Серега, ребята, извините, перенервничал. Но спасибо, что помогли вернуться в свой облик. Да мы-то привыкли, просто перед зрителями неловко. Зрители, извините. Ладно, хватит скулить, засиделись уже. Пойдемте лучше покажем зрителям наш дом, как живет настоящая стая оборотней. За мной! Это наше прихожее. У нас здесь есть супер тумбочка, смотрите. Коллекция мячиков, которую мы начали, когда гуляли. Это мой любимый, я ради него в воду прыгал. Ну ладно, это, положи. И что тумбочка еще круче? Оп! Наша коллекция ошейников. Вот этот, лент Гаву, по наследству достался. Аккуратно. И это вот, серого. Да, да. Он с номерком, чтобы не потерялся. А вот это мой дизайнерский. Очень крутой оборотень, дизайнер. Бренд собачий. Специально для таких, как мы делаем. Кое-что еще надо показать. Идем, идем. О, мы ненавидим кошек и все, что с ними связано. Ага, они слишком высокого о себе мнения. Мы-то хотя бы не выплевываем шарики с шерстью. Ну вот, прихожие показали. Пойдемте в дом. Ну тут комната серого, ничего необычного. Пойдемте лучше нашу комнату отдыха покажу. Мы там клево зависаем. А, Серега! Отдай, дай сюда! Что у вас тут происходит? Да он стол сгрыз. Серега. Извините, парни, зубы растут, чешутся. Невозможно устоять. Плохой мальчик. Да что, тебе уже от тучи мебель грызть? Ты же знаешь, что все для этого есть в аптечке. Ну вот, три раза в день грызи, зубы болеть не будут. У нас вот в комнате отдыха еще и чесалка есть, чтобы шерсть лишнюю убрать там, уложиться. Идем на кухню. Ну тут так, ничего необычного. У каждого вот своя миска. Вот моя фарфоровая, по центру. Он просто любит все блестящее, богатое. У меня простая, но самая большая. Ну, аппетит у меня что надо. Ну, а это вот для серого. Ну, так скажем, для сбалансированного питания. О, кстати, пойдемте к холодильнику. Ну, тут вот сосисочки, немного консерв, ну и самое клевое, мясо. Вы на овощи не смотрите, мы это едим, когда в людей превращаемся. Кстати, печенье надо перепрятать. Только вы серому не говорите, а то он сразу все съест. Натя, ну когда ведете, хорошо, мы ему одну штучку даем. Он такой писаться перестал. Кстати, еще классная штука, у нас здесь есть автопоилка. Во, зырьте, водный баланс очень важно. Отсюда пьешь, а отсюда пополняется. Ну, а в остальном мы такие же, как вы. Живем простенько, но своей маленькой стаей без ссор. Зрители, раз у нас сегодня эксклюзив, я хочу рассказать вам свой секрет. Я уже давно хотел попробовать записать рэп. А что, со мной моя стая? Хм, так сказать, гэнг. И жизнь у меня тоже непростая. Значит, все должно получиться. Стам знаменитым, а там уже бабки пойдут и столько костей себе куплю. Я сейчас запишу свой рэп, а потом залью это все в наши оборотничьи и соцсети. Мы тоже телефонами пользуемся. Такс, ну это будет типа микрофон. Сразу в рекомендации залечу. Такс, сейчас музыку включим, видео зарядим и можем читать рэп. Ну что, как вам? Понравилось? Я считаю, что это хит. Ну еще бы, ты вообще достойный оборотник. Все, давайте, я сейчас стройку обрабатывать буду, вы идите посмотрите, чем там мои волки занимаются. Ой, вам, наверное, интересно, что я тут делаю? Да не волнуйтесь, ничего такого криминального. Я тут прячу свои косточки. Ну, чтобы мои товарищи не нашли. Вот, ну вообще, в идеале каждую неделю перепрятывать их надо. Тогда я буду спокоен, что они их не найдут. Серый, ты где? А, я это, иду, иду, просто это, в туалет ходил. Все, только никому и говорите, где я зарыл свои вкусняшки. Все, иду, иду. А это мне на обзор пришло, вот, Бумвульфу. А, вы же это, не оборотни, вы же даже не знаете. У оборотней есть тоже свои соцсети и свои блогеры. Ну, я довольно знаменит в этих кругах. Известный блогер волк. Вкусы у нас с собаками довольно схожи. Ну, поэтому присылают всякие штуки для собак на обзор. Так, давайте посмотрим, что там у нас. Только я это, камеру сейчас включу. Всем привет, с вами я, ваш любимый волк Бумвульф. И смотрите, что мне прислали. Не видите? Сейчас будем распаковывать. Так, опа! Ничего себе! Мини-косточки и мясные палочки. Ну, упаковки небольшие. Мне, как оборотню, вообще на один прием. Так, что тут еще? Ого, для взрослых собак 100% говядина. Так, еще консервы. Это для щенков, что ли? Угу. Ну и косточки. Вот так, мягковатые. Для молодых оборотней самое то. Ну, а вот для таких, как я, надо пожестче. Ну что, тут мягковато, тут маловато. Ну, а так за консервы спасибо. Ну что, вот такой вот обзор получился. Спасибо за просмотр. Обязательно ставьте гав. Ну и пишите в комментариях, что мне еще попробовать. Всем пока. Фух. Ну что, видите? Работа такая, действительно, непростая. Но зато всегда есть что перекусить. Фух, вот такой вот трек получился. Хороший. Заедает голову. Да, спасибо, я же горелый, я рэп. Серега, спокойнее, спокойнее. Пожалуйста, поспокойнее. Ух, эти волчьи инстинкты. Это, видимо, доставщик пиццы. Мы его любим погонять, погнали. Стой! Стой! Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! О, уго-го-го! О, не знаю! О, не знаю! Бесплатно! Угнали? Да ладно? Ты хоть сумку ему оставь. А пиццы? Да я не понимаю! Сумку оставь, пиццу забери! Зачем вам эта сумка нужна? Вы же не грабители, это его! Слушай, ты совсем дурак. Вообще, этот район не очень любят доставщики. Тут постоянно на нас нападают существа, то ли лысые собаки, то ли бездомные. Они остают только, когда мы отдаем им мясную пиццу. На веганскую совсем не реагируют. Ну вот хоть сумку оставили. Вообще не знаю, как с ними бороться. Я стараюсь в этом районе заказа не врать. Все, достаточно? Ну, до свидания. Эх, опять ребята, мы не удержались. Да то и пофиг. Мяса маловато, как всегда. О, вкусно. Фу, объелся, конечно, я. Что ерзаешь? Серый, ты чего? Серый, губнись гулять. Кстати, я бы тоже погулял. Согласен, Серый. Ну что, ребята, тогда доставайте поводки. Поводки? Можно я без поводка? Я же себя контролирую. Конечно, контролируешь. Знаешь же правило, что нельзя. Ты, Серый, особенно. Контролируют они, ага. Я вообще считаю, что я могу себя контролировать. Ага, ага. Фу, фу, отойдет дерево. Что такое? Я что-то учуял. Ну, ничего, борись с этим. Учуял и учуял. А, Сергей, а ну, стой, а ну, куда, куда полетел? А, тихо. Чего? Серый, ко мне! Серый, 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 ко мне! Сорвался, прикинь. Я же говорил, я себя контролирую. Так куда ты? Да я правда контролирую. Побегать и вернется, в чем проблема? Мне за ним лень бежать. У нас же сейчас самая главная ночь. Нюх улучшен в тысячу раз. Потом мы личную вещь понюхаем и найдем. Ну, если он, конечно, сам не вернется. Забей. Ну что, я думаю, уже нагулялись. Пойдем домой, а? Пойдем. А ты, если хочешь, можешь Сергея поискать и домой возвращайся. Может, что-нибудь интересного подснимешь. Лес безопасный, не волнуйся. Давай, иди, я тут это, помечусь. А, вот что так пахло вкусно. Что ты тут делаешь? Так и знал, что это кошка. Давай, давай, я подожду тебя здесь. Я тебя достану. Ну, слази давай, слази. С чем же так воняет? Ах, вонючий оборотень. А я думаю, чего ж так псиной тут воняет? Дядя, ты кто такой? Что пристал ко мне? Дядя? Дядя, говоришь? Я Владимир фон Каллен. Из древнего рода вампиров. А что забыл в моем лесу оборотень? Это, вообще-то, наша территория. Или вы забыли о нашем уговоре? Не знаю никаких уговоров. Вообще, я здесь делаю... Кошка убежала, я хочу ее достать, она... Тихо! Тебя стоит проучить за нарушение древнего договора и незаконного пересечения границы. Будьте здоровы. Это все аллергия. Еще и солнце в зените. Так, приходи сюда на закате отстоять честь оборотней, если вообще таковая имеется. Или мы уничтожим весь ваш клан за нарушение договора. Передай своей стае. Хорошо. Блин, сбежала. Походу, еще какие-то неприятности влип. О, ты здесь. Фига себе, спрятался? Ты видел его? Кто это был? Непонятно. Я вампиров никогда в жизни не видел. Я думаю, ребята не обрадуются. Какую-то честь теперь защищать. Ладно. Главное, чтобы сильно не злились на меня. Ну что стоишь? Пойдем. Не возвращайся серый. Нет, это порошком пахнет. Это уже новое. Ну, это... О, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Это даже нюхать не хочется. Вот это вроде нормальное. Прям совсем рядом, слышишь? О, пришел! А что вы делаете? Так, ничего. Ты где был? Вы только не злитесь, когда я скажу, ладно? Обещаете? Говори. Я зашел на территорию вампиров, и теперь у нас неприятности. Итак, нужно подготовить Ерва ко встрече. Я вообще, кстати, настоящих вампиров никогда не видел. Мне только дед про них рассказывал. Я тоже никогда не видел, но мне от отца свиток достался. Сиро, читай. Ого, тут написано, что между вампирами и оборотнями давний конфликт. И друг друга на дух не переносим. И на своей сущности. Раньше настоящие воины были, а потом заключили мирный договор 300 лет назад. И кажется, это карта территории. Капец, Серый, ну ты и попал. Потому что написано, если кто-то заходит на чужую территорию, должен сразиться в поединке. Ну вот, ты первый, кто нарушил закон. Поздравляю. Написано, что у вампиров очень плотная кожа. Это я и так знал. Еще хорошо видит в темноте и умеет превращаться в летучих мышей. Так, ну силы мы их поняли, а слабости какие? Ну, написано, что мы их естественные враги. И они ненавидят все, что с нами связано. Особенно запах. Понятно, Серый, ты сегодня не моешься. Еще я знаю, что они не любят чеснок, серебро, эту воду. А, и солнечный свет. Ну все, шансов у меня вообще нет. Да ты что? Что расстраиваешься? Не убивайся ты так, мы сейчас себя потренируем. Ты этого вампира на раз-два сделаешь. Правда? Да, у нас прям целая технология тренировок есть. Прямо сейчас и начнем. Ну, пойдемте. Главное преимущество оборотней, это наши острые клыки. Ну, а точнее, укус. Поэтому, Серый, будем тренировать твою силу укуса. Все, Серый, можешь начинать. О, ну, слабовато. Да у меня просто челюсть маленькая. Ммм, блин. Как я понимаю, укусы потренировать не получится, да? Ой, начнем с чего-нибудь попроще. Так, а это что? Сейчас, Серый, за минуту ты попробуешь разорвать все сосиски между собой зубами. Надо же как-то клыки тащить. Я готов засекать. Минута пошла. Ну, 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 сильнее, сильнее. Ты зверь, ты монстр, ты собака, ты уже не шпиц, ты просто питбуль. Это очень плохой результат, ты посмотри, сколько сосисок я притаранил. Не получается. 40 секунд уже прошло. Все, последние 6 секунд. Давай, 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 давай. Давай, 3, 2, 1, стоп! Считай, сколько там за минуту? 9. Это хороший результат? Как тебе сказать? Бумвульф, нам нужно думать, как еще его потренировать. О, а вот это может подойти. Серый, ко мне! Смотри, какую красоту тебя нашел. О-о-о. Ни один вампир к тебе не подойдет. Шея в защите будет. Мне нравится, устрашающий. На себе вот такой золотой. Ммм, роскошно. А я что-то не понял. Вы что, тут новые ошейники выбираете? Без меня? Дайте сюда ваш компьютер, я тоже хочу посмотреть. Вот это мне нравится. Дорогой. Зато будем самыми модными оборотнями на районе. Есть проблемка, денег не хватает. Сколько? Почти всех. Ну блин, я без этого устрашающего ошейника на стрелу не пойду. Ты не ной, ну. Надо просто денег заработать. Я думаю, я что-нибудь придумаю. У меня точно план есть. Ну вот, посмотрите. Коты эти всегда убегают, не то что собаки. А эти глупые хозяева еще и наград дают за поимку. Очень вовремя. А у меня-то нюх как у ищейки. Ну что, Барсик, охота началась. Ну вот так Диме достать деньги. Я же ничего не умею. Только расчесываться могу. Блин, еще и линяю. Это шерсть повсюду. Это точно из-за нервов. Я же ходячий завод по производству шерсти. Мне еще бабуля в детстве поясы шерсти деда делала. А я начну делать свои собственные пояса и продавать их. Может даже и шапки, и шарфы. Надо собрать на большее. Вот. Сейчас хорошенько по всей комнате поковыряюсь в вещах, по кровати, найду себе кучу шерсти и начну валять. Смотрите, какой кусок большой. Друзья, он там весь спрессовался. Так, ну сейчас еще поищем. Смотрите, сколько насобирал. Сейчас попробую из-за этого валять. Начнем с пояса. Как валять-то? Сейчас в интернете посмотрим. Ну, вы пока идите. Не смущайте меня. Ничего не вышло. И видео не помогло с интернета. Даже бабушке звонил. Она не может объяснить, как это делает. Видимо, заработок это не мое. Ну, буду надеяться, что моя стая что-нибудь заработает. А я пока приберу это все. Слушайте, ну я же начинающий рэпер. Почти звезда. А со звездами все хотят сфотографироваться. Ну, автограф там получить. Может быть, коммент, чтобы я оставил в соцсетях. Я тут подумал, а что бы это не устроить фотозону с собой? Всего 100 рублей, и у вас есть фотка со мной и даже автограф. По-моему, идея топ. Сейчас только в свой канал в обороте грамм запилю. Йоу, все, кто хотел со мной сфоткаться и потом хвастаться этим своим друзьям, это ваш шанс. Приходите ко мне, всего 100 рублей зафоткал. Все, кружочек полетел, просмотры тоже. У меня уже 312 подписчиков. Сейчас они все придут, сразу денег срубим. Вот, увидите, здесь целая толпа народу будет. Пойду готовиться. Автограф с ССФ, фотография со звездой. Ну? Да, сейчас придут. Может быть, кто-то хочет автограф от звезды? Нет? Никто не хочет. Ну ладно, сейчас, сейчас уже едут, наверное, автобус там задержался, такси тоже. Ну, где же вы? Быстрее уже, давайте, автографы. Сейчас, сейчас, еще чуть-чуть. Пу-пу-пу, автографы. Никому не надо, что ли? Не может быть такого. У меня больше 300 подписчиков уже. Да, давайте уже. Ну, да ладно, если вы спрятались, не пранкуйте, я уже понял, все. Не смешно, выходите, давайте фоткаться. Да ну, блин. О, вон он где-то тут. Киса, ты где? Только главное не спугнуть. О, вон он. Кошара, кошара, мне проблемы не нужны. Я тебе подобных тоже не люблю. Кс-кс-кс, не убегай. Кс-кс-кс. Давай, верну тебя домой, к хозяину. Да не рычи ты, иди сюда, иди ко мне, ну не бойся. И так-то и сложно. Интересно, как там стая справляется? О, у вас сколько? Ноль. Ноль. А вы чем занимались-то? Я честно пытался. Ну, я тоже, но не получилось. Ладно, этого вроде хватает. Может, чуть-чуть останется. Ну все, заказал. Должны привезти скоро. Я это, наверное, пойду в свою комнату морально настраиваться. Удачи, если что, зови. Наверное, выглядит так, что я не волнуюсь. Я очень сильно волнуюсь. Это же настоящий вампир. Еще имя какое-то у него сложное. Да-да, пойдите. Серый, тут у тебя посылка какая-то пришла, я не открывал. Держи. Серому дашь посмотреть? Сначала сам посмотрю, потом вам покажу. Ну и ладно, тоже мне курьера нашел. Полночь уже близко. Трепещи от страха. С неуважением Владимир фон Каин. Это мне этот вампир, что ли, отправил? Он его разорвал. Он со мной то же самое хочет сделать. Ой-ой-ой, что-то мне плохо. Выйдите отсюда, выйдите. Давай, уходите. Что, я реально ушел? И в шпицы превратился? Надо искать. Согласен, погнали. Серый. Не понимаю. Так как обычно, где же он? Серега! Ай, а вот же он. Вот, попался. Да ладно, пойдем это, заберем его. Нет, 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 нет. В таком виде нельзя, нужно замаскироваться. Он что увидит, сразу испугается. Ну это, подожди здесь, мы сейчас вернемся. Ничего, я еще не уехал. Давай, иди, договаривайся, только лицо не цвети. А, а ты хоть со мной, оставь в сторонке. Молодой человек, здравствуйте, вы случайно маленькую собачку не видели? Да, 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 вот же он моя, ничего себе, можешь забрать? Э, э, куда, девушка стоит. Скулонька, он столько не стоит. Ну как хотите, выступим его сегодня. Погодите, погодите, стоп, что? 1750 подойдет? Нормально, забирай собаку. Иди сюда, иди сюда. Спасибо, до свидания. Ну что, получилось? Серега, ты что? Ты где опять пропадал? Как ты ему вообще попался? Что? Дома все двери закроем и никуда не сбежишь. Пойдемте. Да ладно тебе, Серый, все нормально будет, расслабься. Ребят, зацените, доставочка приехала. Молотой. Это твой Серега? У тебя какой-то... Не светящийся. Модный. Круто. Ой, ребят, на часы посмотрите. Ого, полдвенадцатого уже. Через полчаса, Серый, у тебя бой века. Блин, пацаны, я что-то совсем нервничаю. Не-не-не, не надо, ты сейчас опять в спицу превратишься, давай там, соберись. Просто я подумал, а что если я проиграю, и он меня на части порвет? Если ты провалишься, то все эти вампиры потом придут за нами. Так, и давай напомню про их слабости. Чеснок, которого у нас нет, святая вода, которой нет. Ну и есть одно секретное оружие, сейчас принесу. Ну, в общем, вот. Что это такое? Ты что? Очень редкая штука, ее даже нам оборотнем нельзя есть. Но я в качестве эксперимента для тебя, Серега, принес. Ну, говорят, что если у нее съесть, становишься супер оборотнем. Ну, если это мой единственный шанс, то давай. Ну как? Ну что, сильным стал? Да нет. Странно. Ой. Началось. Ох, ну да, сейчас разрастется. Что это? Она волчья ягода, что ли? Да нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Все будет хорошо. Реально все должно быть хорошо. Нет, пойдем проследим. Ты там как? Серый. Нормально, сейчас, минутку. Давай, ждем. Ого, аккуратней. Ого! Ничего себе, я такого никогда не видел. Ты в порядке? Угу, только плохо видеть стал что-то. Так, а вот так? У тебя даже глаза поменялись. О, похоже. Ну, получается, эта ягодка делает из тебя супер волка. Ну, на какое-то время. А дай еще одну. Последняя была. Ладно, проверка. Серый, ты нас съесть не хочешь? Я не хочу. Ну, вроде все в порядке. Ну что, идем на стрелку? Хе, пойдем. Проходи, здоровяк. Ну и куда ты нас привел? Вот, здесь должна быть. Так, ты сзади нас, стой, мы тебя в обиду не дадим. Может, Серому все это привиделось? Я вампира ни разу в жизни не видел. О, идет. О, е-мое. Так. Спокойно, спокойно. Ничего себе, реально вампир. Здрасте, вы первый вампир, которого я встречаю. И последний. Ничего себе ты вымахал. И даже привел своих глокастых друзей. Ну ничего, обожаю полакомиться с щенятами. Ну так, перед тем, как мы начнем, один вопрос. Зачем тебе этот намордник? Просто не хочу дышать псиной лишний раз. А, мне дядо говорил, что они в выскочке. Давай, Серега, удачи. Ты что, здоровый? Его вообще-то точно наваляешь? А ну. На порту. Держи себя в руках. Серый, 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 ты куда? Что за грязный прием, не понял? Ну что, блохастые, готовы отстоять честь своей истории? Дядя, может мы просто договоримся? Это наш брат, он еще маленький совсем. Попутал чуть-чуть. Начнем наше знакомство с самого начала. Вы, волкодавы вонючие, ничего не знаете о законах. Никто не имеет права их нарушать. И вы должны за них ответить. Ну, переговоры, походу, провалились. Так, слушай, я кое-что вспомнил. Помнишь, мы читали в учебнике? Бампиры же не переносят запах упоротней. А ну. Респиратор, на порт! Работает! Попрыжай, к нему, стой! Чертова аллергия! Хорошо, хорошо, сегодня победа за вами. Сохраняем чертовый договор. Ого, сработало. О, числом задавили. Не зря мы стая. Кстати, а где наш перерост? Серега, ко мне! Ну и славная была битва. Да, полнолуние, как обычно, не без приключений. Серый, ну а ты, что скажешь? Я бы хотел хорошо себя контролировать, чтобы не попадать в такие ситуации. Ну, будем над этим работать. А вам, ребята, наверное, уже все. Интересного больше ничего не будет. Сейчас спать ляжем, проснемся людьми. Спасибо, что фильм про нас посмотрели, про оборотней. Надеюсь, понравилось. Ну все, мы спать. Покойной ночи! Пока!